Привет, друзья! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, обязательно комментируйте. Также не забывайте о Телеграме, ссылка в шапке профиля. У Путина осталась последняя карта. Произошло очень важное событие. РФ выпустила по украинским городам свыше 100 ракет. О том, чего хотел добиться Путин этими ракетными ударами в эфире программы «Руно. Война» на Апостров ТВ рассказал политолог и публицист, который долгое время проживает в США, Андрей Пиантковский. По его словам, у диктатора в руках осталась последняя карта, чтобы предотвратить свое поражение войне. Это уничтожение украинской инфраструктуры, объектов, террор против мирного населения. Произошло очень важное событие. С ядерной картой покончено навсегда. После того, как сначала Байден трижды сказал «не делай», а потом детально объяснили и Салливан, и Блинкен, катастрофические и даже ужасающие последствия в случае использования ядерного оружия, вот этот сигнал был очень четко услышан Москвой, заявил Пиантковский. Также эксперт назвал две задачи, которые поставил перед собой Кремль. Первая – посеять панику украинского населения подорвать его волю к сопротивлению, вторая – показать Западу, на что они способны, и что бесполезно поддерживать Украину в ходе этой войны. За два дня все стало ясно. Украина только ожесточилась в своем сопротивлении, и это меня не удивило. Другого я и не ожидал. Но вот резкость западной реакции, причем европейская и американская, меня даже немножечко приятно удивила. Я приводил слова Белого дома. Европейские лидеры, включая немецких и даже Макрона, самым жестким образом высказывались. Я думаю, что этот риторический вопрос будет выражен в конкретных поставках современного оружия, резюмировал Пентковский.